Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Ранее в Joomla 4 в уроках я показывал, что такое пользовательские поля и как они взаимодействуют с материалами и пользователями Joomla 4. В этом видео рассмотрим бесплатный плагин QR-код, который расширяет эти пользовательские поля и дает нам возможность размещать тот самый QR-код в материалах или в пользователях. Что это такое? Что за QR-код? Зачем он нужен? Давайте посмотрим в этом видео. Итак, сначала посмотрим, где взять данный плагин. Вот сейчас перед вами сайт-разработчик открыт. Сразу предупрежу, у меня сайт не открывается без VPN. Скорее всего, сайт находится в блокировке, поэтому если VPN-ом не пользуетесь, придется установить либо расширение для браузера, VPN. У меня сейчас, естественно, включено, чтобы сайт отображался здесь без регистрации. Вот есть бесплатные плагины по кнопке Download, условно-бесплатные. Вот он, CustomFields, QR-код, плагин для Joomla 4. Итак, я перехожу на тестовый свой сайт. Последняя на момент записи видео здесь актуальная версия Joomla. Произведем установку. Как обычно это все происходит. Расширение. Я перенесу плагин в эту область, установлю. Вот так он устанавливается. В самом плагине настроек нет. Мы можем в этом убедиться, перейдя в плагины. Вот этот плагин. Видим, настроек здесь нет. Он у нас автоматически включается, и он уже будет доступный в полях. В произвольных полях Joomla. Это в материалах. Вот здесь поля. Пользователи поля. Я уже тестировал. Давайте посмотрим в материалах. Идем в поля. Он у меня здесь уже есть. Я его сейчас удалю. Нажимаем на кнопку создать. Вот самое важное. Здесь появляется вверху QR-код. То есть это только после установки плагина. Естественно, здесь в Joomla этого не будет. Выбираем его здесь. Дальше пишем заголовок обязательно, который будет отображаться при создании статьи. Здесь можно больше ничего не писать. Вот здесь вот проговорим момент. Условно бесплатный плагин. Значит, у этого плагина есть Pro-версия. Вот здесь вот даже есть ссылочка. И чего мы решаемся? Что в бесплатный недоступно? По сути, ничего недоступного. То есть он будет работать как есть. Если нам нужно управлять лево-право-центром, вот в Pro-версии только доступно, чтобы мы могли двигать расположение QR-кода от этого квадрата. Дальше Size – это размер. Управлять размером мы не можем. Это в Pro-версии. Color – это цвет. Управлять цветом мы не можем. И, соответственно, заливка цветом, background мы тоже не можем. Только в Pro-версии. Итак, здесь в принципе можно больше ничего не делать. Сохранить и закрыть нажимаем. И сейчас посмотрим, как это работает. Вот у меня есть статья. Допустим, в каждую статью я хочу генерировать свой код. То есть в код мы можем, так сказать, вшить ссылку. Соответственно, потом, когда QR-код здесь покажется, мы можем навести устройство, смартфон, отсканировать код и нас тут же перебросит на ту ссылку, которую мы туда зашили. Переходим в статьи. Есть у меня статья «Блок». Заходим сюда. Вот так вот статья у вас откроется. Здесь вы найдете поля. Название, которое я этому полю дал. И всего лишь одно поле, куда мы просто вставляем ссылку. И она автоматически будет, так сказать, скрыта самим QR-кодом. И эту ссылку можно будет увидеть, только сканировав этот код. Вот у меня есть тестовый сайт. Я хочу вшить, так сказать. Нажимаем «Сохранить». И получается, для каждой статьи можно использовать разные ссылки. Вот статья. Обновляемся. Мы сюда добавили QR-код. Мы видим, он здесь появился. Вот он здесь есть. Далее мы достаем свой смартфон. Открываем приложение для сканирования QR-кода. Сканируем. И вот так вот это выглядит. Сейчас перед вами скриншот. Код моего смартфона. То есть, как это открывается после сканирования. И вот здесь мы видим ссылочку. И, соответственно, по ней мы переходим уже через смартфон. То есть, вот так это работает. И, соответственно, если вам нужны элементы управления, которые доступны в Pro-версии, конечно, придется покупать Pro-версию. И также этот плагин мы можем использовать в пользователях. Вы видели, что поля доступны у нас в пользователях. Напишите в комментариях, интересно ли вам тема произвольных вот этих полей дополнительного функционала. Есть такое платное расширение специальное, где прям набор-набор разных полей дополнительных. Можно на Joomla, так сказать, расширить функционал Joomla. Очень мощный инструмент, компонент. Вот напишите в комментариях, если я увижу, что эта тема интересна многочисленному числу людей. Я это увижу в комментариях. То есть, если это интересно, тогда я запишу объемное видео об этом расширении. Где в одном месте будут десятки разных полей, которые можно использовать в статьях, в пользователях и так далее. А на этом я с вами не прощаюсь. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok